12 лет назад по благословению владыки филарета мы пришли сюда здесь был храм и накануне буквально за день до этого его сожгли наша задача я думаю задача сегодня монастырей это помощь скорая помощь человеку которому некуда идти которого никто не ждет который никому не нужен и поэтому вот сюда приходили такие люди и приходят и живут здесь господь дает им шанс исправить все ошибки которых было очень много в жизни и начать новую жизнь если это произойдет значит мы пришли сюда не зря во время освящения храма произносится особое молитвословие совершаются особые священодействия суть которых сводится к одному люди просят у бога чтобы он подал благодать свою всякая вещь предмет когда освящается тоже призывается благодать святого духа освящение храма начинается с освящения престола в алтаре происходит священное действие престол вначале отверждается с помощью четырех гвоздей которые забиваются для утверждения престола и это нам служит напоминанием того что спаситель мира был пригвожден четырьмя гвоздями ко кресту и престол напоминает собой жертвенник всемирный голгофу на котором спаситель мира принес искупительную жертву за грехи всего человеческого рода затем престол омывается теплой водой это нам напоминает таинство крещение посредством которого мы входим церкви становимся чадами церкви затем престол омывается водой смешана и из вино это смешение напоминает нам кровь которую спаситель пролил за грехи всего человеческого Омытый таким образом престол затем помазуется благовонным миром в напоминании того, что причистое тело Спасителя было снято со креста, помазано благовонным миром и положено во гроб обитой чистой плащаницы. Затем престол облачается, припоясуется одеждами, с помощью веревок эти одежды закрепляются и с каждой стороны образуется крест Андреевский. Затем на престол облачается верхняя одежда. Затем храм будет помазан крестообразно благовонным миром, так же, как помазан престол при пении Аллилуйя. Затем со святыми мощами, которые здесь положены в Антиминсе, мы будем совершать крестоход вокруг храма. В напоминании того, что мощи святых мучеников стали основанием церкви. Через них церковь начала расти и набирать силы своих членов. Один мученик увлекал за собой к вере Христовой множество других людей, которые становились христианами, видя вот этот подвиг веры мучеников. Сам человеколюбчив, Владыка, призрянный, грешный, недостойный рабы Твои, обновление празднущей честного храма, святая преподобность Сергия Игумена Радонежска. Сподоби нас, в нем хвалы и словословия не зазорно приносите славе Твоей, единородно Твоему Сыну, Господу нашему Иисусу Христу и Святому Твоему Духу. По милости Божией завершено освящение храма, и мы уже в освященном храме совершим первую божественную литургию. Возблагодарим Господа за милость, которую Он явил через воссоздание храма. Здесь помолимся о мире всего мира, о благосостоянии святых Божьих церквей, о сокровенном, то, что есть в душе у каждого человека, и об Отечестве нашем, и о почивших, о живых. Все, что на сердце Господь положит, для этого и устрояются храмы, дома Божьи, которые связуют нас земных с небом. Субтитры создавал DimaTorzok